Сегодня мы собрались с вами для того, чтобы, во-первых, встретиться с водителем областного спорткомитета Геннадием Геннадьевичем Калкотиным, который сегодня любезно согласился приехать к нам рассказать о развитии физической культуры и спорта в Ленинградской области, поговорить о Денгесерском районе, о том, что уже сделано, о том, что еще предстоит сделать. Конечно, хотелось бы сегодня построить наше с вами общение в виде другого стола, наверное, для того, чтобы уже в диалоге, во-первых, услышать, скажем так, чаяния тренеров, руководителей федераций, представителей спортивной общественности, и в то же время, может быть, задать конкретные вопросы, что бы мы хотели реализовать в дальнейшем Денгесерском районе, в Ленинградской области, какие направления необходимо, на какие направления необходимо сделать акцент, что-то подтянуть, что-то у нас идет, получить обратную связь от того, что, да, действительно, мы идем в нужном направлении, поэтому не буду долго говорить, хочу предоставить следующее Денгесерскому району, и он будет дальше. Я думаю, что это сложилось отношение к местным самоуправлению, на участии в организации взаимодействия, кто в нашей области, и он достаточно на хорошем, на, скажем так, коммуникационном уровне. Но, вместе с тем, мы, в принципе, кто-то поставил такой вопрос, обозначил, что, наверное, ранее не будем сочередливать, сочередливать, как мы периодичем всего уже, как раз в полгода, выезжать все-таки в районы, в места, встречаться с активными общественными, уже непосредственно с работниками физического культура, с тренерским составом, с педагогами, с руководителями федераций, в места. И, собственно говоря, обмениваться уже не только, ну, мы, скажем, учетами, это правильно, это, в принципе, обозначать те тренды, то движение, куда мы идем в основном, в принципе, друг другом обмениваться, правильно ли мы, скажем так, понимаем, те задачи, которые мы себе в сегодняшнем поездке обладем, в средние перспективы, в далкосрочные перспективы, вообще, что происходит в других районах, что у нас-то с Ромини, например, с другими районами, или, например, с Санкт-Петербургом. Ну, скажем так, я бы считал, что вот тот уровень коммуникаций, который у нас происходит, в целом недостаточно. И для того, чтобы повысить, скажем так, градусы отношения, для того, чтобы, я могу чаще, что называется, встречать. Иначе в этой системе где-то возникает маленький сбой. Программа у нас с вами состоит, напомню, после четырех подразделов, это массовый спорт, активная физическая культура, спорт в высших достижениях и развитие объема физической культуры и спорта, которые включают в себя реализацию предприятий по капитальному ремонту, реконструкции и строительству новых спортсменов. Собственно говоря, надо сказать, что за последние годы вот в целом, для сравнения, да, для сравнения, при том, я назову такую цифру, то бюджетный, например, корпус у нас, бюджетного городского области, приближается к 8 миллиардам рублей, да, а наша область в сегодняшний день задействовала 2 миллиарда рублей. 2 миллиарда рублей на абсолютно расходы, с которыми участвуются для реализации предприятий, предприятий, предприятий по реконструкции, по строительству спортивного совещания, в общем, 2 миллиарда рублей, это много в сегодняшний день. Ну, конечно, это недостаточно, но 2 миллиарда рублей, и опять-таки, мы с вами научились в процессе работы уже с федеральной бюджетной. Вот я основной, так сказать, общественный вопрос, это о комитете, будут они, так сказать, реставрированы у нас комитетом структуры спорта Кенесевского района, уйдем ли от народного образования, и вернется ли хотя бы та зарплата, которую получают 2 года назад. Ну, и лично от себя у меня вопрос давно созрел, никак не могу до вас нанести, вот сейчас возможность такая выплата. У нас есть знаменитый спортсмен по олимпийскому виду спорта здесь, мастерской международной класса, чемпион страны неоднократный, чемпион мира соединеннослуживающих, и бронзовый призер Игорь Добрый Войт. Получил все регалии, все награды, и тренер получил, и я в том числе получил. Он пенсионер по инвалидности. И в Питере, во многих регионах, и в Игорь Градской области есть такая дополнительная доплата к пенсии. Есть такое. Я смотрел этот документ, приезжал в свой комитет, смотрел. Там за призера Европы человек получает, на самом деле жилого класса за призера Европы получает доплату к пенсии. Имеет пенсионное удостоверение. Я ему объясняю. В тот период, когда он стал мастером из нового класса, наибал бронзовую медаль на Игры Доброй Воли. А Игры Доброй Воли, это были временные соревнования, когда политическое такое мероприятие, помните, да? И они по статусу где-то шли вторыми после Олимпийских игр. И наш парень этот, который пенсионер по инвалидности, инвалидность приобрел в результате аварии, у него есть пенсионное удостоверение. И хотел бы, чтобы вы помогли ему, его фамилия Роберт Демамов, мастер спорта в нужном классе по боксу. И если он будет еще дополучать дополнительную пенсию, то небольшую пенсию по инвалидности, пенсию еще из областного комитета. Очень важный вопрос. Что касается спортсменов и мусорбейших, я бы выяснил, мы обязательно доложим. Спасибо. Массовый, наверное, спорта, скорее, поздравление. И то, что является нашими полномочиями, нашими муниципальными. Первая часть вопроса – это объекты наши. Псокультурно-здоровительные комиссии. Он наш, муниципальный. Построен спонсию правительства в свое время. У нас проблема с текущей крышей и полами. Крыша – учет, полы требуют ремонта. Мы написали на вас письмо с просьбой о помощи финансирования. Вы отказали. Отправили нас в комитет финансов. Сходили мы в комитет финансов. И там мы тоже получили отказ. По разным причинам. Денег найти в бюджете мы не можем. Содержать инфраструктуру мы хоть как-то можем. На зарплату у нас тренерам хватает. Зарплата, кстати, у нас средняя похода 13 тысяч. То есть, исходя от предыдущего выступающего, за эти деньги можем только вредить. И это следующая часть вопроса. Что у нас зарплата ФОКИ самая низкая. Три бюджетных учреждения, которые у нас. Это культура, одно учреждение культуры и физкультура. Дрение зарплаты по культуре в соответствии с указами президента – 26 тысяч, по физкультуре – 13 тысяч. Разница колоссальная. Поднять мы выше не можем, потому что бюджет настолько скромный, что мы даже не можем оплатить за уличное свечение. В вам городе ночью нет светов. Но объект нужен, физкультура нужна. Как мы выходим из ситуации с объектами и зарплатами. Давайте не бояться на завтрашнего, если все это касается. Завелить нужно радоваться, это хорошо, это праздник. Это праздник у нас, у жителей, у детей. У Кременцев, в составах появляется объекты. Это здорово. Это второе вопрос, что там будет, часть этим содержать. Это мы с вами подумаем. Все, что касается форума. Действительно, скажем так, мы в этом плане все-таки за ответственность, если все-таки это муниципальный планет. Опять вопрос, смета, насколько я помню, у вас совершенно маленькая, то есть 3,7, то есть... То и другое до 5 минут. Да, я вас не думаю, но она настолько маленькая, что я так быстро не делился, но вы понимаете... Вы знаете, какая доходная часть его нормы? 60 миллионов. 60 миллионов? Год, это доходная часть его нормы. С ротациями, с обвенцией. Да. И на фоне 5 миллионов, на фоне 60 миллионов. Это существенно. Здесь не только перейдет к району, но это целый. Ну, давайте по-честному. Могу, Игорь Иванович, пожалуйста, сделаем погруженную. Я просто сразу вопрос. Продолжите, я вашими коллегами представлю. Первый заместитель председателя Мороза, Сергей Николаевич, как раз он ведет просто ответственностью в полиции. Я просто сейчас выясню. До того, как дали старт, да, и надо сказать, что проектирование начнется буквально с 1 сентября, когда 2 сентября, проектирование на небоизмоте, проектирование объявимся, аукционное строительство, да, и до того, как мы говорили о бассейне, говорили, из денежки на бассейне, через зеленую среду, на следующую неделю привязает крыша фонки. Вот эти мы берем сейчас бассейн. Я выступаю за что? За ответственность. За ответственность, как мы, мы у меня в соцсетях, против того, чтобы мы вместе с вами сидели на социальной соцсетях. Ну, вместе с тем, мы все обязаны искать, собственно, ибо и средства, планировать их, ответственно относиться к своим собственным бюджетам, к качеству выполнения работ. Значит, у меня вот к вам будет, как бы сказать, просьба, можно сказать, передачу? Конечно. Это крик души наших детей. Я уж через стол, можно, конечно, тоже? Да, ничего, ничего. Ну, давайте я спущу. Можно я спущу? Давай. Тренер Баланин. Баланин, руководитель хоккейного клуба, а я Баланин владелец. Значит, то, что строится у нас скрытый каток, это как здорово. Мы ее привели в городский вид совместно с администрацией, совместно с Еврахимом, с фондом Кинченко нам помогут. Добрый, да. И вот нас не хватает покрытия на этой площадке, чтобы мы занимались, наши дети, не только наши, какие становились. Можно там и другие виды спорта. То есть там земля? Земля. На земле вот у нас сейчас тренировка проходит все грязный, чумазный. Но у нас, мы начинаем набор для детского сада. Можете все это в саду, родители говорят, детей от уводят, оттуда. Пускай. У нас все в дань, пускай. Нет, ну, если не пускают, я считаю, что это неправильно. Эти школы не пускают. Это на сайте депутатов поднимали этот вопрос о том, что, допустим... Это неправильно. Ну, это же мы не армитарствуем. Люди даже забирают в полицию, составляют административный протокол. Да нет, ну, слушайте, Таш, мы... Ну что, Геннадьевич, это есть факт, понимаете? Не то, что... Нет, не лучше сказать, если это есть факт, но это значит, что я его поддерживаю. Это не значит, что вы заражали. Нет, просто вы говорите, что, допустим, занимаются в каких-то площадках. Да, и площадки есть. В пятой школу, в второй школу построили сейчас. В седьмой обознанном. Дело в том, что в второй школу не пускают. В пятой, вроде, дети там занимаются. Доварищ руководитель, ну, дайте мне это слово. Я могу вам так сказать, мы вот так приземляемся, Дмитрий Севска, мы родители с друг с другом, мы здесь диалог. Мы когда ставили эти площадки, мы говорили о чем? Что винушки, товарищ руководители, руководители обязательных учреждений, мы вам не результат здесь строим. Мы здесь ставим некоторый спортивный объект, который для детей, нужно бы себе адресовать занятия, потом открытые часы, поставьте себе адресику проведенционную. Александр, я думаю, что это локальный случай, действительно, площадки школы есть, вот это, видимо, одна из школ, вторая, насколько я знаю, пятая пускает. Вообще, по области, вы как-то не говорили. Это локальный случай, извините, я так объявился, вот так. Вопрос, цена вопроса по этих площадках какая-то? Там около трех с половиной, да. Конечно, а вторая, хоть лучше, хоть. Котелька, вот вместе представление. Есть для гимнастики более-менее приличный зал, который время полностью, ну не наши, полностью нам не принадлежит. Остальное время занимаются образовательным школам. Если мы говорим о массовом спорте, о результатах, о времени и о всем прочем, то мы занимаемся спортивным школам по остаточному принципу, по четыре часа, ну три раза в неделю. Вообще, образовательным школам нам предоставляют это время. В нашей школе пять видов спорта, три из них занимаются образовательным школам. Вопрос, будет что-то строиться? Где размещается детскими юношеской спортивной школы? Сейчас ведется диалог с комитетом по культуре, проходит в здание-то памятника, уже есть определенные поднижки, и что Наталья Ульгайнcare, которая в.ч. готова помогать В плане того, чтобы вкладывать, инвестировать в основные деньги в это здание, в том, чтобы начать уже ремонт с коммуникации, с самого главного, и создать там, хотя бы, чтобы там было на тепло. То есть первоочередные такие противоаварийные элементы, которые позволят, скажем так, дальше уже требовать полноценный проект и уже, так сказать, специально ремонтировать здание Монежа, которое на сегодняшний день занимается малышка 600 детей. Но впереди еще, да, предстоит с вами поработать, может быть, участие в федеральной клинике, потому что потребность в этом есть. 14 тысяч заработная плата, 14 тысяч. Конечно, испытание, конечно, мы знаем эту проблему, так же, но чтобы было понятно, поэтому мы встречаемся с спортивной общественностью, потому что мы хотим тоже отчитаться.